друзья рад приветствовать вас на канале таежные приключения сегодня вместе с вами мы легко сплетем подвес вот такой вот подвес для наших маночков буквально потратить можно время на него наверно в течение часа ну может быть полутора я когда первый раз плеву потратил я конечно три часа но плести очень легко и просто для начала расскажу почему решил сплести именно вот такой вот подвес да кто-то скажет взял обычную веревку там привязал бы там да и все себе зачем плести такой во первых во первых это очень удобно да то есть все манки под рукой у тебя все находятся рядышком то есть нигде не валяется ездили мы вот на охоту да сергей иванович у меня еще не было такого и манки у меня где только не лежали тут же на раскладушке лежали на которой мы сидели с ним в нашем скратке да где-то по карманам валялись только пока найдешь ну очень неудобно менять как бы маночки для приманивания гуся данный момент очень удобно все у тебя под рукой ничего не мешает не валяется любой маночек сюда достаю что отсюда что отсюда очень удобно ну вот это вот наверно можно сделать немножко по длине и все таки ну хотя нет хотя не удобно вот то есть во первых это очень удобно все у тебя находится под рукой во вторых это эстетично выглядит да то есть это традиции нашей русской охоты на гуся не только наверно русских других странах тоже используются такие же подвес я видел на видео вот то есть это очень эстетично на приятно смотреть на охотника с ружьем сидит у него такой подвес маночки висят на груди поэтому давайте вместе с вами мы все-таки сплетем еще один подвес так что нам для этого понадобится во первых во первых нужен вот такой вот паракорд я оставлю ссылочку в описании к этому видео пришел он не очень быстро даже нынешних условиях там пандемии до этой вирусной заразы очень быстро в течение трех недель по моему меня уже паракорд вот такой вот был посмотрите в магазинах если они работают вас охотничьи может быть где-то вот найдете посмотрите я заказала такого защитного цвета очень красивый очень качественный паракорд стоимость там зайдите по ссылке не помните копить 300 рублей по моему стоит вот такой большой моток это причем еще он был два раза больше это у меня остатки вот я сплел один подвес то есть вам в принципе 300 рублей хватит для двух таких вот подвесов да можете там с кем-нибудь скинуться да вообще на самом деле 300 бы небольшие деньги зайдите по ссылке закажите что еще нужно будет я сделал себе вот такое вот нехитрое приспособление да можно было бы придумать что-то наверно посерьезней то есть какую-то там взять и не знаю там продают да вот эти вот полихлор виниловые или как это называется для сантехники да вот такие небольшие трубки можно было бы крутить тогда что-то использовать другое заморочиться но я не заворачивался посмотрите то есть просто я взял нашел у себя быстренько бутылочку от витамин отрезал дно прикрутил на изоленту три вот таких вот самореза это дюбель гвоздей я просто достал прикрутил все больше нам ничего не надо я сейчас вам покажу что этого полностью хватает потому что вы не плетете эти подвесы каждый день по несколько штук вам нужно будет только один раз потом выкиньте и все то есть больше можно оставить пригодится делается в течение одной минуты я сделал такой вот друзья приспособление еще я использую вот такую вот отвертку можно использовать шило но я покажу почему мне было удобнее вот именно вот такой отверткой делать все это дело ну что поехали в общем паракорд придет несмотанный клубок я перемотал клубок чтобы было более удобно и он не будет путаться потому что если не перемотать начнет путаться и мешаться вот заправляем внутрь конец один конец из паракорта заправляют расставляем здесь сантиметров 30 ну на глаз не обязательно мерить да то есть видите вот один конец у нас остался здесь начинаем наматывать на наши вот эти вот дюбель гвозди да вот так вот раз два три потом первому которым мы наматывали просто вот так вот накладываем сверху видите да тут я придерживаю просто пальцы посмотрите я нижнюю просто поддеваю вытаскиваю сюда и закидываю и вот сюда вот наверх наверх и снизу подтягиваю вот сюда подтягиваете вниз все и поехали так по кругу друзья получается следующий опять мы наверх накинули отверточка снизу поддели на излом вот так вот тяну вставляя снизу видите и отвертка очень удобно закинуть на дюбель гвоздь то есть вот так же на излом просто закидываю и все было бы шило оно бы соскальзывало понимаете с дюбель гвоздя было бы неудобно а плоская отвертка просто раз она сваливается сюда внутрь подтянули снизу опять же переходим к следующему дюбель гвоздю сверху накинули опять также поддели раз подтянули вот так вот наверх чик скинули сюда внутрь подтянули здесь снизу и продолжаем все так же друзья по кругу плести подтягиваем очень все это делается быстро главное у вас наверное через десять минут придет уже такая сноровка в этом деле что даже сами не заметьте как быстренько сплетете вы еще такого один подвесик весь вас подвес будет выходить здесь вот снизу уже сплетен ну и все продолжаем друзья а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень много, конечно, у нас сомнений по поводу открытия весенней охоты в этом 2020 году Не знаю, как руководство пойдет у нас в республике У соседей в Архангельской области приняло решение, правильно я считаю, встало на сторону охотников Потому что гусь не является переносчиком этих вирусов Ну а люди сами себя охотники защитят То есть можно же не собираться там толпами Ограничения ставят почему? Потому что боятся, что с других регионов приедут к нам, к региону, там где закрыли У нас открыто, поедут к нам и будут здесь охотиться и могут привезти с собой заразу, да, вот этот вирус Но вот как сделали в Архангельской области, я считаю, правильно Можно же то же самое сделать у нас в республике Коми То есть разрешение на охоту выдавать только местным Вот есть прописка местная, им выдается разрешение на охоту, пожалуйста Выдавать разрешение можно, почта работает, по одному человеку запускают Почему нельзя то же самое сделать уход в обществе То есть будет сидеть сотрудник Минприроды, законодуправления, да Масочку, перчатки взял По одному человеку, пожалуйста, в кабинет заходи, выписывай бумаги Все же можно организовать, ничего страшного в этом нет Ну а в лесу, если честно, мы наоборот, охотники, будем подальше от всей этой дряни Которая может нас ожидать в городе, да, куда ни коснись За ручку взялся, деньги там отдал В банкомате деньги снял, вот и получил уже эту заразу А в лесу от чего ты получишь заразу? Ни от чего Поэтому мне кажется, что Должно все-таки здравомыслие победить И откроет на весеннюю охоту Так мы к ней готовились вообще, конечно Так ждали Так, ну что, друзья, заканчиваем На самом деле я немножко переборщил с тем своим подвесом Длину сделал более длинную И поэтому этот подвес у меня получится покороче Но ничего страшного, я думаю, такой тоже подойдет Я к чему? Что, в принципе, если сделать Вот я сделал два оборота и чуть-чуть больше Если сделать ровно два оборота вокруг шеи То получается ровно два подвеса Сейчас в данный момент покажу вам, как мы это завершаем Наше плетение Остаются здесь Одинаковые кончики Поэтому смотрите, как мы будем завершать наш подвес Мы отсюда берем Снимаем вот эти вот аккуратненько Наши петельки С наших дюбель-гвоздей Сняли Все, приблуду нашу мы убираем Она нам больше не нужна Дальше смотрите Вот этот вот кончик Который остался Вот этот вот кончик Мы заводим вот сюда В каждую петельку Пропускаем Аккуратненько, аккуратненько Вот сюда вот Пропускаем В следующую петельку пропускаем И в следующую петельку пропускаем Все, друзья И просто потом затягиваем Вот получается Такой вот аккуратненький кончик У нас, да Теперь С другой стороны, друзья Чтобы сделать Точно-точно такой же кончик Мы распускаем наше начало Распускаем Не боимся Аккуратненько Пока у нас с вами не появятся Точно-точно такие же петельки Как и на том конце, да Распускаем Так вот Распускаем Где она у нас? Вот она у нас Распускаем Ну и вот смотрите В одну петельку уже где-то Вот еще две петельки остаются И мы так же С этой стороны Сверху Так вот, да Продеваем в эту Продеваем в эту Вот так вот И затягиваем Все Друзья У нас получилось с вами Два одинаковых кончика Ну, примерно с одинаковыми Вот этими вот, да Паракордом Сейчас В этом месте Вот в этом месте Мы будем с вами взять Бриллиантовый узел То есть Заканчивать наш подвес Поехали Друзья Ну, сейчас я покажу Как вяжется Бриллиантный узел В принципе Ничего сложного нет Не знаю Наверное Кто как вяжет Данный узел Я вяжу вот именно так То есть Берем вот этот Правый конец Паракорда Против часовой стрелки Друзья Делаем два оборота Вот так вот И накладываем На другой Конец Паракорда Да Наложили Берем этот конец Вот этот вот Конец другой Да Заводим Вот сюда Под низ Заводим И пропускаем Вот через эту Петельку Все И Немножко Подтягиваем У нас Должна Получиться С вами Вот такая Вот Красивая Посмотрите Восьмерочка Вот Посмотрите Вот такая Красивая Восьмерочка Должна Получиться Далее Что мы берем Мы берем Вот опять же Правый конец Пропускаем Под этим Концом И вот сюда В центр Нашей Восьмерочки Выводим С этим Концом Поступаем То же самое Вот так Вот И в центр Нашей С вами Вот этой Вот Не знаю Наверное Плохо видно Да Получается Вот восьмерочка Там были Был виден Центр Да Вот в этот Центр С вами Мы запускаем Друзья Вот два Кончика У нас И начинаем Подтягивать Подтягиваем Очень аккуратно Не торопимся Здесь Подтянем Там Подтянем Расправляем Узелочек Подминаем Его Потихоньку Чтобы Он Аккуратно У нас С вами Получился Так Все Друзья Подтянули Да Видите Вот такой Красивый Бриллиантовый Узел У нас Здесь Должен Получиться На конце Нашего Подвеса Далее Друзья Из этих Кусочков Мы должны На конце Навязать С вами Петельки Для Нашего Монка Петельки Делаются Так же Очень Просто Мы Просто Складываем Вот так Вот Видите Я сложил И начинаю Наматывать На эту Часть Я Мотаю Три Раза В принципе Хватает Раз Два Три Раза Мотаю И этот Раз Последний Я Вас Завожу Снизу Вот В эту Петельку Которая У нас Получилась Достаю И Подтягиваю У нас Получается Вот Такая Петелька Для Подвеса Которая Спокойно Двигается Видите Выдвигается Задвигается Никуда Она Не Денется Все На Месте С Этой Стороны Друзья Делаем С Вами Точно Такую Петельку Раз Плотненько Подматываем Два И На Третий Раз Заводим Просто Вот Сюда Вот Вниз И Аккуратно Все Это Дело Подтягиваем Опа Гуляет Спокойно Есть Видите Вставляем Сюда Маночек И Затягиваем Сейчас Я даже Вам Покажу Мне Прислали Новый Манок От Фирмы Манок Адваныч Мы Сейчас С вами Поставим Наш Новый Дается Это Делается Так Распускаем Вставляем Петельку Затягиваем Другой Конец Также Ослабляем Вставляем Затягиваем Все Пожалуйста Готово Манок На месте И Готов К работе Здесь Обязательно Обрезать И Поджечь Так Друзья Ну Вот Видите У меня Получился Покороче Ну Что Теперь Делать Я Говорю С тем Я Переборщил Ничего Страшного Вот Висит Один Здесь Еще Можно Повесить Еще По Одному По Одной Петельке Для Еще Одних Манков Сейчас Покажу Как Они Делается Делается Также Легко И Просто Я Вот Даже Сниму С Этого Своего Я Делаю Именно Так То Смотрите Делаю Просто Вот Такую Вот Веревочку Кусок Паракорда На Каждом Конце Который Делаю Как Я Показывал До Этого Петельку Которая Видите Она Затягивается И На Другом Конце Делаю Так Хуже Петельку Которая Затягивается Как Я Креплю На Подвесе То Я Креплю Просто Обычной Петлей Завожу Сюда И Где Мне Удобно Я Просто Подтягиваю Чтобы Жестко Сидело Вешаем Маночью Сюда Вешаем Сюда Маночек Все Он Висит Почему Именно Так Можно Здесь Сделать Шилом Расшевелить Немножко И Вставить Внутрь Чтобы Она Жестко Стояла Но На самом Деле Когда Там Может Снять Лишний Манок Чтобы Не болтали Здесь Наши Отрезки Паракорда Просто Можно Спокойно Перемещать Куда Удобно Повыше Пониже По Нашему Подвесу Затянул Все Она Никуда Не денется И Удобно Здесь Не Нужно Тебе Этот Манок Снял Восстал В избушке Или Дома Все Вот Это Обязательно Будет Обрезать Здесь Еще На этом Подвесе Можно Еще Один Закрепить То есть Три Манка У вас Будет Я думаю Этого Достаточно У меня Там Здесь На этом Моем Подвесе Сделано Вообще Посмотрите Я Забабацал То есть Получается Сейчас Один Снял У меня Вообще Пять Манков Здесь Висело На стенке Висит Очень Эстетично Смотрится Конечно Пойду На охоту Я Наверное Оставлю Всего Здесь Три Маночка Я думаю Что это Будет За глаза Такую Кучу Носить Манков Наверное Ни к чему Да Я думаю Друзья Я не знаю Объяснил Все По порядку Как Что Делается В принципе Это все Легко И просто У меня Ушло На плетение Около Часа Вот Этого Клубка Который На Алиэкспресс Заказал Действительно Хватает На Два Подвеса Хватит Спокойного Главное Не переборщить Раздел Переборщил Длиной Друзья Ну что Мне Нужен В любом Случае Один Подвес А этот Подвес Давайте Я разыграю Среди вас Среди Подписчиков И даже Один Из Манков Я Оставлю Здесь И отправлю Вам В подарок То есть Сам Подвес От Таежного И Маночек От Фирмы Манок Иванович Также Отправлю Ну а какие Условия Нашего Конкурса Ну давайте Так Вот Было Недавно Видео Прошлое Я оставлю Ссылку В описании Я выпускал Это первая часть Нашей поездки На снегоходе Первый раз На нашу избушку Очень хорошее Видео Давайте так Условия Такие Опять Как и в прошлый раз Нужно быть подписан На канал Таежные Приключения Поставить лайк Под этим видео Ссылку В котором Я оставлю В описании Называется 300 километров На снегоходе По тайге И Оставить Обязательно Комментарии К этому Видео И давайте Замахнемся Наверное На цифру 300 То есть Как нужно писать Хочу Подвес от Таежного 1 Например Цифру 1 Следующий Пишет Хочу Браслет от Таежного 2 И вот Так Потихоньку 2 3 4 5 Нужно Давайте Дойдем До цифры 300 То есть Кто напишет Хочу Браслет от Таежного 300 Вот этому Человеку Кто Именно Первый Напишет Цифру 300 После цифры 299 Я Отправлю Вот этот Подвес Совершенно Бесплатно За заставочку Тоже заплачу То есть Всем понятно Друзья В прошлый раз Проводил конкурс Многие не поняли Почему Нужно писать Не просто Цифру 1 2 3 4 5 То есть Один человек Может Взять И наставить Подряд 300 С комментариев И до цифры 300 Быстро Бежать А все Таки Чтобы Нужно Было Что-то Печатать Хочу Браслет Таежного Обязательно Написать И Поставить Следующий По порядку Цифру 1 2 3 4 5 100 200 Вот Не знаю Посмотрим Может быть Замахнулся На цифру 300 Сильно Но На самом деле Браслет Подвес Я считаю Очень хороший Ну а Манки От Монок Иванович Вообще Шикарные Я Ему Которую Пользуюсь Надеюсь И в этом году Попользоваться Поэтому Вот так Друзья Спасибо Вам За внимание Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Впереди Надеюсь Нас ждет Весенняя Охота На гуся Всем пока Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова